Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по мороженщикам четвертой части Ice Cream 4. Как я понял, здесь нельзя продолжать игру, с которой ты уже вышел, то есть нужно начать и потом вот доигрывать ее до упора, пока в общем не пройдешь, либо пока не проиграешь, пока тебя три раза не словят. Поэтому сегодня начну заново еще раз. Я вот не поленился, посмотрел полностью всю рекламу, которую можно было, и пооткрывал, получается, видите, все вот подсказки, чтобы иметь представление, где что вообще находится, где что лежит и что с этим делать. Ну, как бы я так особо не вчитывался, просто пооткрывал вот и предметы, видите, все вот эти пропуска, где что там искать, но это не значит, что я знаю, где это все делается. Это просто вот пишут там, кто-то там-то находится, нужно сделать то-то, а как, что, я ж карту еще не видел. Ну и принял я решение сегодня попробовать пробежаться все-таки на режиме призрака. То есть враги меня вообще не видят и все. То есть я просто пытаюсь, как бы, по-находе предметы и, соответственно, их с ними сделать то, что хочу. Потому что я всегда вот берусь за какие-то сложные там режимы в незнакомых играх, потом мне это быстро надлетает, я их бросаю. Хочу полетать в призраке, попробовать, как у меня получится вообще. А если получится хорошо, то потом уже буду играть на других режимах. То есть каждым разом все. А дальше и дальше. Так, стартовую заставку я пропустил. То есть видим, закрыто на ключ. Взбиваем гаечный ключ. Берем его. Оно, кстати, вот в подсказках, вот, видите, вот, допустим, гаечный ключ. А для чего этот предмет? Старый гаечный ключ достаточно увесистый и можно почему-нибудь бить. В данном случае по замку. Оно, кстати, я открывал этот предмет за рекламу описания. То есть вот использовать его можно как раз на замок. Сбиваю. Вот так вот и открываю. По идее, он меня вообще не должен видеть, да? Видите, он меня не видит. Интересно, а если на него напороться? А если его ключом стукнуть? Нет. Он не то, что меня не видит, он даже, ну, просто на меня не может никак обратить внимание. То есть я могу даже идти сюда. А, дверь закрыта с другой стороны. Так, что еще здесь получается? Как вот вообще их выпустить? Везде замки одинаковые. Без понятия, как их открывать. А, вот, видите? Вот там какие-то циферки. Здесь, естественно, все закрыто, да? То есть когда мы ее откроем, то как бы появится. Так, а решетку могу я отсюда толкнуть с другой стороны? Да что ж им все не нравится? Короче, все, что... А здесь замок. Странно. О, а вот эту табличку я не смотрел, потому что некогда было. Картина. Тю, просто скинул ее и все. И больше ничего. Почему здесь замки? Ладно, ну, в принципе, я знаю, что делать пока. Вот здесь в начале, это вот дальше там было тяжело. Так, еще раз все осматриваю. Стоп, показалось. Ну, естественно, вот эти все ролики я буду показывать. Центр управления. Этого здоровяка можно вырубить пушкой вообще. А вот в паззлах это указывается. Вот электропушка. Видите, очень мощное оружие, сделано майком. Способно нанести урон любому из ваших противников. Используется на этого здоровяка. Можно найти... Вот где-то можно найти там, где я еще не был, в общем, даже. Мне просто интересно, как это можно все пройти за... за один этот подход. Она же очень длинная. Так, сразу открою здесь вот, чтобы можно было пролазить. Отдел контроля качества. Так, он идет, меня не видит. Ой, это шкаф. Зачем мне шкаф? Подвинься. Так, а вот эта штука мне обязательно нужна. Потом я ее использую, да? Вы помните, где? Так. Здесь, по-моему, ничего нет, насколько я помню. Но я все равно буду все, что можно открывать. Имя, без понятия для чего. По-моему, у нас компьютера нет в решениях никакого. То есть, это просто, наверное, для красоты. А, кстати, вот и мороженое одно. О, я ж... Даже не знал, что его куда использовать. Получается, вот, смотрите, предметы. Мороженое. Видите, три вида. Это розовое мороженое. Муляж... А, клубничного мороженого. Похоже, его нужно на чем-то разместить. Можно использовать и вот здесь вот его. А, вот, чтобы получить липкую жвачку, нужно открыть витрину, где она хранится и положить различные предметы на держатель. То есть, три предмета мороженого положить, получишь жвачку. Вот для чего мороженое. Мне кажется, мне их вообще имеет смысл куда-то в одно место. Так, а зачем подсказка, если у меня уже есть? Вот эти деревяшки. Вот, видите. Стремянка находится на складе. Чтобы до нее добраться, придется оторвать прибитые доски ломиком. Ломик можно найти. А, металлическая монтировка пригодится для взлома. Можно найти, наверное, в гараже, я так подозреваю, да? Нужно все это запоминать. Если вдруг забываешь, то вот можно подсмотреть в подсказках. Потому что рекламу раз посмотрел, и потом уже, как бы, эти все подсказки у тебя остались навсегда. Это вот путь сюда, вот. Вот, мимо него я никак не пройду. К сожалению. Так. Здесь тоже ничего интересного пока нет. А, что-то, по-моему, здесь было? Нет. А, поскольку вы играете в режиме призрака, реклама появится через 5 секунд. А, интересно, без интернета появится? А, походу, реклама не появилась. Так, мне можно туда. А можно открыть эту дверь, чтобы потом вот уже можно было здесь ходить, да? Так, все, пока меня здесь ничего не держит. Я вот, помните, могу пойти в гараж сюда. А, стоп, мне нужна, по-моему, здесь лестница. А, а он здесь. Слушайте, а он здесь был и раньше? Я просто его не видел, да? Первый раз, когда пробежал. И вот, кстати, мандировка здесь. Обалдеть. Давайте я вот это дело пока здесь кину. Просто я так пробежал все в спешке. Такой кипиш у меня был первый раз. Я вот это реально даже... И как-то не заметил. А, он ходит, дверь закрывает. Вот. Теперь могу эти все гвозди... Поубирать. Прикольно. Одна упала дощечка. Вторая, все. А, интересно, их можно поднять? Нет. Здесь что-то есть? Нет. Так, а здесь мне говорили, что лестница есть, да? Прикольно. Монтировка мне, интересно, для чего-то еще пригодится. Ой, я спрятался. Мне вот как-то предметы, которые мне нужны, где-то поставлять. Давайте я их буду поставлять через... Где-то вот здесь, возле перехода. Вот здесь я буду их скидывать, чтобы я знал, что они здесь лежат. Так. И ту же самую лестницу сюда принесу. А, кстати, нет. Сначала нам нужно прочитать, для чего эта лестница. Вот, стремянка. Небольшая стремянка, с ее помощью можно забраться в места чуть повыше. Вот и... Это крышка какая, крыша. Чтобы сломать крышу, нужен огнетушитель и стремянка. Прикольно. То есть огнетушитель, помните, я встречал уже в прошлом выпуске. Ладно, пускай стремянка там лежит, то есть я знаю... Стоп. Что-то здесь было, нет. Я знаю, что она там есть, в общем... Я знаю, что она там есть, в общем... Пускай будет. А здесь, интересно, что-то еще есть... Важное. Вот взял бы сейчас этот ломик и мороженое к этому прибил бы. А это вот никак не откроешь. И не нужно было дальше обыграть, да? Трофей. Это я сам додумался еще в прошлый раз, для чего он. Так, присаживаюсь. И откручиваю. Так, крутишь ты давай. Все, погнали. И вот, если нажать на вопросик, то, видите, подказывается, что у меня в руках. Какой проворный мальчуган. Вряд ли он уйдет далеко. Если что-то... В общем, мини-род даст знать... Своим писком. И он опять чинит свой фрагончик. Да, но он-то не знает, что мы играем в режиме призрака. И мини-род ничего нам не сделает. Так, все, полезли. Причем здесь можно спокойно будет... Считыватель карт. А смотрите, считыватель карт... Можно поискать предметы. Пропуск. Сотрудника фабрики точно подойдет к какому-то электронному замку. Он находится в шкафчике... А где-то вот... А где-то вот в этом месте. Не знаю даже... Как это понять. Ага. Пароль состоит из четырех цифр. Путь по музею связан с их последовательностью. Короче, ладно, пока мне это не важно. Так. Это все открывать... Не могу. Нужна карта. А где-то мне эту отвертку оставить, так, чтобы потом не забыть. О, кстати, вот еще одно мороженое. Буду знать, где... В прошлый раз я, кстати, тоже его не видел. Так, отвертку я покину здесь. По идее, мне она ни для чего больше не нужна. Я так подозреваю. Ого. Не понял. Куда это? Везде мороженое. Ладно, пока я не буду сюда идти. Я пойду по кругу. Ух ты. Байк какой крутой. А, последний мотоцикл, на котором ездил Джозеф Салливан. После открытия самого популярного ресторана мороженого, а ему больше не приходилось искать клиентов. Они сами к нему приходили. Прикольно. Теперь можно... О, а что это? Мусорка? Обалдеть. Оказывается, там что-то есть, да? Так. Походу, он меня аж не может увидеть. И это здорово, блин. Какая-то табличка не рабочая. Различные фотографии жизни Джозефа и Рода Салливана. А здесь можно увидеть первый магазин, открытый для посетителей. Прикольно. А, оригинальная маска знаменитого изготовителя мороженого. Водостойкое произведение искусства из папье-мыши. Ха. А копия дневника Джозефа Салливана. Только походу... Не вижу я. А, Джозеф Салливан был благородным человеком. Долгие годы он жил в хижине на крайне заброшенного индустриального района. Никто не догадывался, что случится потом. Хм-хм. Блин, здесь столько просто всего. Я не знаю, куда мне вообще пойти, куда податься. Я отсюда, получается, пришел. Со склада, да? Блин, столько мест. Вот почему нужен режим призрака, чтобы просто хотя бы элементарно разобраться в карте. Да встань же ты. Помост. Вам нужно что-то, что поможет забраться на помост. А, вот здесь мне, наверное, нужна лестничка. А для чего? А, вот там потолок, который мне потом нужно будет пробить. Этим. Огнетушителем. Давайте я быстренько слетаю за лестничкой. Пока у меня свежо в памяти, где это все находится. А можно кто-то быстрее бегать? Нет, походу нельзя. Ну, для чего-то аж мне она нужна. Вот эта вот лестница. А, нет, шли потом, походу, найду. Можно сразу... Ой. Ладно. Сюда. Так, это ломик. Это отдел контроля качества. А тот там так закрылся, прикольно. Вот она. Неужели он такой маленький, что... Не может на помост элементарно забраться. Так, а можно как-то сократить? А, прыгать же нельзя. По привычке, как в шутерах, хочется прыгнуть. Но вот не тут-то было. А, что, я с лестницы не залезу? А, залезу. Как-то глюк какой-то. Порядок. В прошлый раз я до этого не дошел, потому что слишком много было... ...всяких происшествий, страхов. Так, а я не помню, у меня отсюда все-таки... А, сюда. Я уже заблудился. Честно. Да, видите, вот даже подсвечивает. Прикольно. И могу теперь зайти сюда. И могу что сделать? Доска. Опустить. Подняться сюда. Треснувшая крыша. А, покрыто трещиной. Будто вот-вот сломается. И вот можем глянуть здесь, видите, вот крыша. Вот лестница у меня есть. И теперь нужен огнетушитель. Тот самый. Который мы уже встречали. О, кстати. Первое место на 15-м чемпионате мороженщика в Америке. Ха-ха. Награда за лучший костюм кондитера. Тут поломано куча всего. Так. Тут... Угу. Странно. Первое место в соревновании хрустящий рожок. Ого. А, вот цифра, видите. Один, да? Один. То есть, путь мой. Ну, я же не знаю, какой последовательности. Нужно цифры записать. О, один. Пять. Смотрите-ка. Если предположить, что я шел... Откуда я шел? А помните, я вот здесь был, да? Я был вчера... Там... Ну, не вчера, в прошлом выпуске. И здесь шел. Получается, и здесь где-то цифра была еще одна. Я видел. А здесь, по-моему, понятно. О, ключ все-таки. Ломиком нельзя его взломать, да? Так, так, так. Сертификат. Самый большой съедобный шарик мороженого диаметром 3,2 метра был создан Джосефом Салливаном на его фабрике мороженого в Металайфоллс, штат Вашингтон. 5 марта 1955 года. Прикольно. Я, короче, здесь заблужусь уже. Вентиляция. Куда здесь? Ага, это вот я здесь был, да? Блин. Итак, вот я предположить, что иду. Вот цифра 1. Сертификат. Получает награду за выдающееся мастерство в области приготовления мороженого и создания самого вкусного мороженого в САДИ Вашингтон. Ясно. Так, 1. 5. Я вот там где-то видел цифру 2, по-моему, в прошлом выпуске. Только дело в том, что я, помните, я шел... Я шел вот так. Так, уйди. Тут закрыто. Не понял. Тут что-то было, по-моему, нет? А туда я точно не пошел? Или пошел? Чтобы получить коврик, вам понадобится пропуск, помощью которого можно открыть шкафчик, где он хранится. Да, пропуск, пропуск, пропуск. А, коврик... Про коврик пишут. Это задание, а вот коврик. Обычный коврик, под ним можно что-нибудь спрятать. Это где его использовать? Вот, а где он находится? Вот, что, в двух местах можно? Как-то странно. Видите, здесь подсказки есть, но они не совсем прям такие... ...рабочие. О, а вот этот аппарат, я тут еще не был. Это выход. Обалдеть. А, подождите. Сколько здесь всего? Приемная. Как? Вот сюда, получается, наверное, мороженое нужно, да? Рорись. А потом нажать на кнопку, то есть мне нужно еще и за мороженым бежать. Чего я его сразу не взял? Обалдеть. Сколько всего интересного. Так, тут закрыто. Интересно, на выход глянуть. А огнетушитель можно взять? Так, а я в другом месте огнетушитель брал, помните? Интересно, ладно, возьму отсюда пока. Все равно возвращаться нужно за жвачкой. Ой, за мороженым. Здесь я тоже не был. А, стоп, по-моему... ...был тут цифр, где-то было, нет? А, видать, я все-таки не здесь был, потому что... ...такого что-то я не помню. А миниатюра фабрики мороженого. Фабрика была организована Джоссефом Салливаном, купившим и реконструирующим здание заброшенной гидроэлектростанции. Тут тупик. Да, это в другом месте, значит, я... ...видел цифру. А, вот здесь, наверное, нет. Тю, блин, это я просто срезал эти все штучки, эти туннели, для того, чтобы от этих мелких родов укрываться. Но так как они меня не видят, то можно ими не пользоваться, в принципе, да? Так, стоп. Где-где-где-где-где-где? Блин. Я уже опять заблудился. Это я тут. Явно не тут. Да что ж такое. Вот. Забираюсь сюда. И... вот. Отлично. И что теперь? Дыра. Достаточно большая, но ее можно чем-то прикрыть. То есть ковром. Огонь-тушитель. Прикольно. А нужно ли он мне еще? Давайте я пока тут положу. Блин, столько всего. О, вот это куда ведет, интересно. А, даже я отсюда пришел. Пипец. Как здесь все сложно. Получается, вот одно мороженое. Подождите, нет, мне... нужно его сюда теперь нести. Как же все сложно. А можно здесь сократить, да? И вот я могу его положить куда-нибудь, да? Без разницы, куда я думаю. Вы разместили одно из трех морожен. Так. Ну, это просто, да, я сократил. Хотя не факт. Что сократил. Вот видите, я играл на уровне сложности, а не на режиме призрака. Вот. Он бы шел, мне пришлось бы... Блин. А ты чего здесь лазишь? А не можно его как-то обогнать? Да подвинься, блин, жердяй. Я быстрее, видели, я его обогнал. Ха-ха-ха. Так, а тут ничего не было, нет? Может, потому что не подпортить здесь можно? Пока он там... лазит. Вот это он такой здоровый в вентиляции залез. Удивительно, да? Так, я куда бегу? Собственно. Уж помните, я здесь мороженое видел. Если честно говоря, я не помню где. Но не здесь. Что здесь? Блин, нужно было где-то его положить. А, вот здесь, по-моему, да, точно. Где-то, где-то здесь. Вот. Да. Так, интересно там. Пароль где-то там было везти, я цифры так все и не увидел. Он по-прежнему здесь. А мне интересно, чего он там сорвался по лес туда. Видать, все-таки он какой-то звук, наверное, услышал. Так, мне сюда. Быстрее будет так вот сократить. Хотя не факт. Там просто дверь придется открывать. Вот еще одно мороженое. Где еще одно понятие я не имею. Здесь все закрыто. Давайте здесь походим. Я здесь еще не ходил. Туалет. Нужно обязательно исследовать. Там тоже решетки. Это как способ укрыться от этих родов маленьких. Либо от мороженщика, если он заметит все-таки. О, там унитаз закрытый. Там закрыт. Это ничего не значит. Блин, я думал, это он уже. Походу, куда это? Закрыто. Здесь открыто. Ключ карта везде. А потом еще с ней бегай и ищи. Куда бы ее нажать. О, вот, кстати, да? Короткое перемещение. Точно. А я вот бегал через полкарты. Это вот музей. Я так цифры и... До конца и не увидел. А, слушайте. Ключ карта у этого робота. Только как к нему? Я читал. Вот. Вот, все. Видите, у меня есть теперь ключ карта. Все, отлично. То есть, было написано в подсказке, что у сломанного робота можно взять ключ карту. Так, а теперь мне просто нужно бегать с ней. И пытаться открыть... Вот эти все... О, кстати, еще мороженое, да? Отлично, это я пока положу. Главное, не забыть, где я его положил. А это мороженое... Отнесу вот сюда. Нажимаю на кнопку. И мне дается конфета, да? Пускай, короче, здесь полежит. А, ну, в принципе, можно ее будет... ...сразу наклеить на ту, наверное... ...дырку, которую я проломал. Так, получается, где-то здесь была короткая дорога. Блин, а что здесь может быть? О, что? А, чё, я думал, тут ключ лежит. Это просто укрытие. Так, вот там ключ-карта. Здесь тоже вот место для... Нет, не место для укрытия. Обалдеть. Так, ладно. Снова музей. Блин, мне нужно найти короткую дорогу. Это приемная... О, вот, начну открывать. А, блин. Я ж пропуск не взял. Пипец. Вот, вот труба. Вот, получается, смотрите. Да вылазь же ты отсюда. Стоп. Не, не с той стороны. Не-не-не. Блин, я не туда пошел. По идее, вот эту жвачку, видите, можно... Можно вот как-то... Вот. Видите? Я ее прилепил, а потом сюда нужно будет... А, сверху. Ковер. Вот. Так. Теперь дальше. Мне нужно, в принципе, можно короткая дорога вернуться. А, короче, все это будет вот так сделать. И опять в эту трубу нырнуть. И, в общем, оказаться уже там, где мне нужно. Опять. В приемной. Как-то так. Теперь найти пропуск, и дальше уже... Нет, это музей. Пытаться... Открыть... Вот эти все двери, да? Так, а я точно туда ползу? Я вообще заблудился, если честно. Ой-ой-ой, вообще заблудился. Это снова музей. Ладно, друзья, наверное, в этом выпуске я с вами попрощаюсь. А я продолжу пилить этот... Это прохождение. А, после небольшой паузы для себя. Ну, а вы уже, наверное, завтра увидите... А, продолжение. Потому что в один ролик это даже на призраке пройти очень и очень по времени тяжело. Так, что это? Да, чтобы получить коврик, нужно открыть шкафчик, где он хранится. Все, все это уже завтра. А если вам нравится эта игруха, то поддержите это видео своим лайком. Ну и дождитесь продолжения. Пока-пока. Пока.